Дорогие друзья, встречаем нашу гостью... Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. У нас в гостях сегодня известная телеведущая Дарья Золотопольская. Ну, столько поклонников сегодня собралось, наверное, и представлять Дарью, естественно, не нужно. Но все-таки я скажу, что это наш любимый телеведущий из знаменитых передач на канале «Культура Белая студия». Ну и, конечно, еще телеконкурс «Осенняя птица», который мы тоже все прекрасно знаем. Но сегодня, Дарья, мы с вами поменяемся. Это не совсем белая студия, но мы поменяемся местами. Сегодня мы вас будем интервьюировать и надеемся, что вы на наши вопросы тоже будете отвечать. И сегодня поводом для нашей вот этой замечательной встречи стала книга «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе и свободе». Ну, несколько слов. Надо сказать о том, что мы все знаем хорошо передачу «Белая студия». Кстати говоря, Дарья еще потрясающий профессионал и дважды лауреат самой высокой нашей профессиональной телевизионной премии. Я правильно говорю? Тэффи. Да, и, кстати говоря, вот одна из Тэффи была за выпуск с Райфом Файнсом, насколько я помню, как раз присуждена Дарья. Но мы знаем такие книги, которые сделаны вот точно по интервью. Ну, записали и сформировали такую книгу. Но эта книга совершенно особенная. Мало того, что она так замечательно, изящно издана, но Дарья сформировала квинтэссенции из интервью со знаменитейшими людьми нашей культуры. Кого здесь только нет. И Никита Михалков, и Андрей Кончаловский, и Райф Файнс, и Пьер Ришар, и Питер Штайн. Художники, режиссеры, актеры. И вот из самых глубоких разговоров с ними вынута как бы сердцевина, насколько я понимаю, и сформирована как некий гид по жизни. По самым важным жизненным темам, о которых, я думаю, Дарья сама скажет. Ну, и первый вопрос, конечно, как возникла идея создать книгу, и как возникла идея компоновки вот этой оригинальной. Не просто напечатать интервью, уже созданное, а вот выстроить их в таком необычном виде. Во-первых, Екатерина, огромное вам спасибо за эти добрые слова, которые вы сказали сейчас. И у меня невероятная радость и честь быть в магазине «Москва». Это, как сейчас говорят, культовый, легендарный московский магазин, в котором каждый человек, который в Москве живет, вырос, всегда для себя выбирает книги. Магазин «Москва» — это тот магазин, в который ты приходишь не за конкретной книгой, а приходишь просто провести время и уходишь. Со мной такое вот было многократно, когда я не могла увезти пакеты отсюда вот со всеми книгами, которые я покупала. Это очень вдохновляет всегда. Огромное вам спасибо за то, что у нас в Москве есть это потрясающее место. Я, конечно, очень горжусь тем, что моя книга здесь продается. А сегодня у меня есть возможность еще и встретиться с читателями и с любителями книги, такими же, в общем, как я, людьми, которые приходят сюда для того, чтобы искать книги. Кроме того, с первым Генглесом не всех. Сегодня 1 марта, хотя по погоде не скажешь. Но, в общем, да, да. Но, тем не менее, снег растает и цветы зацветут. В ответ на ваш вопрос. Это была идея издательства «Эксмо». Они хотели опубликовать интервью, которое я брала в «Белой студии», действительно. Но пришла такая идея, что не стоит просто публиковать разговоры в том виде, в котором они уже были в эфире канала «Культура». И даже разучали в эфире радио «Маяк» аудиоверсии. У нас был такой замечательный проект с коллегами с «Маяка». Поэтому мы решили, поскольку в «Белой студии» всегда речь заходила об этих самых важных вещах, о любви, о свободе, о совести, об успехе, о том, с чего начинались эти знаменитые люди. Вот мы разделили книгу на 10 глав, и в каждой главе выбрали самые интересные отрывки из разговоров, причем разные, некоторые совсем коротенькие, некоторые длинные, на несколько страниц, именно посвященные вот этим самым важным вещам. Мне кажется, получилось очень интересно, потому что еще внутри каждой из глав получилось, что герои «Белой студии» вступили в диалог друг с другом. И то, чего не было в программе, где их собеседником была только я, они стали еще и такими виртуальными собеседниками друг для друга. Вы можете сравнить позиции разных людей, чьи имена нам всем хорошо известны, вот именно по этим самым важным темам. Это, мне кажется, тоже достаточно интересно. Для меня, по крайней мере, это открыло какой-то новый немножко пласт в том, что мы делаем. Ну, безусловно, конечно, это посовершенно иначе выстраивает и книгу, и читателя ведет по этим диалогам, которые выстроены в таком порядке. Но вот у меня давно вопрос к вам созрел еще, когда я смотрела «Белую студию». Вот, а сегодня он как бы особенный приобрел характер, поскольку я увидела, что замечательные предисловия к этой книге написали три, ну, любимые нами всем женщины. Да, три великие женщины. Александра Пахмутова, Инна Чурикова и Алла Демидова. А почему вы не приглашаете в «Белую студию» женщин? В чем тут правила игры, как сказано? Правила игры не позволяют приглашать. Так сложилось, что «Белая студия», у «Белой студии» есть определенная форма. Во-первых, это программа, в которой мы обсуждаем с героями те произведения, которые на них повлияли. И, соответственно, они раскрываются через те произведения, которые для них важны. Книги, фильмы, все то, что их, в свою очередь, сформировало. Это одна из постоянных и очень важных черт «Белой студии». И вот второй такой чертой стало то, что мои все собеседники – мужчины, потому что в этом разговоре есть еще и некое общение мужчины и женщины. Есть темы, где я, где даже мои собеседники, вот я привожу этот пример, Карен Георгиевич Назаров мне сказал, ну, вы рассуждаете абсолютно как женщина в этом правом. Ну, Карене у нас спорили. Ну, конечно, да, потому что я весь женщина. А Карен Георгиевич – он мужчина, и тем тоже интересно, как бы, вот это столкновение, позиции. И не я, и позиции, и не я. Но поскольку, вот это как раз спасибо, что вы отметили эти замечательные предисловия, я безмерно просто благодарна этим, ну, правда, великим женщинам, потому что слово очень большое, да, «великий», и его мало к кому можно отнести. Вот это три женщины, к которым это слово точно можно отнести. Ладимидова, Инна Чурикова и Александра Пахмутова. Мне именно хотелось, чтобы в этой книге, в которой только мужские имена, да, чтобы обязательно был какой-то вот этот ориентир мой собственный, да, тех женщин, которые, если у меня будет программа другой формы, да, где будут женщины, с которыми я мечтала бы пообщаться, на которых я ориентируюсь, и, в общем, мнение которых, потому что каждый из них является зрительницей программы, именно поэтому они написали предисловие, да, потому что они программу знают, и мы с ними знакомы. И вот их мнение для меня, да, это такой очень-очень важный и серьёзный ориентир. Ну, и я хочу сказать нашим гостям сегодня, что, наверное, их мнение ориентиры для многих из нас тоже, и такое высочайшее мнение, скажем, Аллы Сергеевны Демидовой и о вашем профессионализме, и я об этой программе, и это дорогого стоит, и... Вот. Но есть ещё здесь один эпиграф, который меня тоже заинтересовал. Здесь написано, что Евгений Александрович Евтушенко, который тоже был всегда гостем нашего магазина и другом нашего магазина, сказал о вас, Дарья, «Вы опасный собеседник». Вот, меня очень интересно, что он всё-таки имел в виду? Расскажите, как вы трактуете эту фразу? Ну, вы знаете, отливок из разговора, в котором он, собственно, это сказал, он есть в книге, просто речь зашла о любви, и о его стихах очень известных «Неразделённая любовь», в которых он пишет, я не помню наизусть эти стихи, но все, кто знает их, помнят, что он пишет о том, что он часто лирический герой этого стихотворения. Что он с тобой тут говорит? Это смешно, это мой сын. Не, Настя, не смешно. Понятно. Все слушают меня, кроме моего сына. Но он соавтор книги, потому что, видите, вот это сердечко здесь на корешке, это его рукой нарисовано. Так что все, кто захотят получить маленькое сердечко в своей книге, кроме моей подписи, я буду очень рада, и Лёва тоже вам его нарисует. Но возвращаясь к Евгению Александровичу, в этих стихах шла речь о неразделённой любви. И я задала вопрос, потому что мне показалось, что в этих стихах есть как раз сожаление о том, что он всегда, как это бывает часто, что мужчины часто не идут на контакт с женщинами, где не видят вот этого шанса быстрой победы. Есть те, кто способен брать эти крепости, а есть те, кто ждут сначала какой-то сигнал. Да, Евгений Александровичу в этих стихах мне показалось, что существует у него какое-то сожаление, что он не старался бороться за что-то, что не сразу кажется таким доступным. Я бы сказала, когда это предположение, он мне как раз и сказал, поскольку до этого мы ещё коснулись его отношения с Бродским, это тоже была как бы гипотеза моя, которая, видимо, как-то тоже оказалась, действительно имела место то, чем я сказала. Вот он сказал, что вы опасный собеседник, и с вами страшно разговаривать, имея в виду просто то, что какие-то вещи, которые скрывались, может быть, за его стихами, за вот этой маской, он же всегда, Евгений Александрович, казался таким человеком уверенным, ярким. Он был невероятно знаменит, он был настоящая звезда из всех поэтов. Пожалуй, ну вот он был, наверное, такой вот самый, да, и знаменитый, и широкими слоями, да, людей, любимый. За этим была очень тропательная метущаяся душа, полная сомнений до самого конца. И в том числе вот в вопросах, да, того, как любить. Здесь мне кажется, что он к концу жизни, действительно, вот этот момент того, что может быть, мы иногда упускаем какую-то важную историю, потому что мы боимся того, что нам это не будет дано, и мы потерпим какой-то крах, да, и как нам потом с этим подсправляться. Вот мне показалось, что это для него было важно, и вот это как раз тот момент, который он сказал, что страшно разговаривать. Ну да, то, что вы разгадали какую-то вещь, которая, может быть, даже таилась где-то глубоко в душе. Через стихи. Как через стихи, да, но в частности его взаимоотношения с Бродским, о чем мы знаем, потому что волновало его всегда до последней минуты. Очень сильно. Это, конечно, такое очень скрываемое чувство, так что да, действительно, понятно. А вот еще вопрос, Даша. Как здесь, конечно, список ваших гостей, но, я говорю, он просто как сплошная нобелевская лента. Все-таки, как происходит ваш выбор? Как вы выбираете ваших гостей? По какому принципу? Это люди, которые просто вам интересны? Или кто сейчас на волне, кто интересен публике вашего канала? Как происходит этот отбор? Вы знаете, вот могу сказать, как не происходит отбор. Вот вы сейчас сказали это слово, да, выражение на волне. Вот это не случай белой студии. Хотя это не значит, что неинтересно поговорить с человеком, который сделал вот сегодня, здесь и сейчас какой-то новый фильм или книгу, и даже там дебют и это как-то прозвучало и так далее. Есть прекрасные программы, в которых люди замечательно раскрываются и говорят на эти темы. Все-таки белая студия это разговор с человеком уже состоявшимся, даже если это молодой художник, это все равно человек, которого мы знаем уже по многим работам и мы уже видим некий его почерк, мы видим его некое лицо творческое, личностное. Это человек, который, как правило, всегда, с которым мне интересно, с которым мне близок. Я не приглашаю людей для того, чтобы их выводить на чистую воду. Опять же, есть прекрасные программы, в которых люди умеют острое интервью, провокационное интервью. Это опять же не случай белой студии. Поэтому все-таки те люди, которые были и вот за белой студией существует 7 лет, многих из них уже нет с нами. Леонид Сергеевич Броневой, Олег Павлович Табаков, вот недавно Сергей Юрьевич Юрский нас покинули, Евгений Александрович Евтушенко, о котором вы вспоминали. То есть это такие имена, это уже та планка, которую мы всегда держим в уме, когда приглашаем новых героев. Все-таки вот вы правильно сказали, да, Нобелевская лента. ну, какой-то уже мне кажется, что поскольку это разговор вообще, который объемляет всегда всю жизнь человека, все его взгляды, мы говорим действительно о самых важных вещах. И в этом плане это должен все-таки быть человек, в котором действительно есть весь этот спектр. А вот у меня такой еще вопрос. Ну, вы, конечно, суперпрофессионал, и не просто, я думаю, этого жанра интервью, поскольку не случайно, я вот прочитала, что даже ваша дипломная работа была посвящена на журфаке интервью, правильно? Я вам хочу сделать тоже комплимент, хотя у вас видела другая работа, которую вы великолепно делаете, но в данном случае, будучи интервьюером, вы великолепно подготовлены очень хорошо тоже. И то, что отмечает, что вы замечательно слушаете людей, и вот вы всегда готовы, конечно, к этому интервью, понятно, но были ли такие случаи вот в белой студии, когда вы совершенно иначе, готовясь к интервью, представляли себе человека, чем он потом перед вами открылся во время разговора, что-то неожиданное? Вы знаете, практически всегда это возникает, потому что, с одной стороны, я действительно очень готовлюсь и читаю, смотрю все, что сделал сам герой, кроме того, те произведения, которые для них важны, для моего героя, я смотрю на них и читаю его глазами, то есть, условно говоря, если вам скажут, что Никита Сергеевич Михалков любит Анну Каренину, или что, допустим, Сергей Юрьевич Юрский любит Анну Каренину, это будут как бы два разных абсолютно подхода к этому роману, читая роман, вы будете смотреть на него другими разными глазами, просто отталкиваясь от того, как вы знаете этих людей, то есть, вот эта подготовка, она всегда присутствует, но при этом, когда человек приходит в белую студию, у меня нет плана, вот у меня нет идеи того, что вот пришел, и вот сейчас мы будем об этом говорить, и потом мы пойдем сюда, здесь, а вот тут уже я ему задам вопрос про, условно говоря, внебрачных детей, вот абсолютно, то есть, такого сценария его никогда нет, мы начинаем всегда в белой студии говорить о детских произведениях, и это единственная, как бы отправная точка, единственный пункт, который остается неизменным, дальше разговор идет туда и так, как того хочет мой собеседник, вот какое у него сегодня настроение, о чем ему важно подумать, что у него боит, да, вот на эту тему мы будем говорить, поэтому почти всегда это неожиданно, потому что даже человек же он не одинаковый всегда, и вот у меня был, например, Андрей Сергеевич Кончаловский несколько раз в белой студии, он был в самой первой программе, это был один человек, спустя пять лет он был снова в программе, это был совершенно другой человек, я даже ему первый вопрос, который я ему задала, как вообще человек с 80 до 85 лет может измениться настолько, я понимаю, с года до 6 человек меняется драматически, ну как можно так, ну правда, его жизнь, за это, чем бы произошли, да, такие события, которые, конечно, не могут, да, не отразиться, но вот это был совершенно другой Андрей Сергеевич, и хотя мы не касались этих событий, потому что это как бы не те вещи, о которых я бы спрашивала, да, человека, но его мировоззрение, его взгляд на жизнь, и это, кстати, гораздо интереснее, и в этом отражается гораздо больше вот это человеческое, да, потому что на самом деле, мне кажется, что наш интерес вот такой, вы знаете, бытовой, а что, а кто, а кто там лежит, а где, в каком-то состоянии, с кем, и куда пошел, на самом деле, за этим, по большому счету, все равно лежит наш интерес, ну, как бы к человеческому, и поэтому можно иногда пропустить эти детали про то, кто, где, когда, с кем, и говорить уже непосредственно, там, я не знаю, о любви, о сострадании, о провале, о том, как человек страдает, как он переживает, поэтому вот эти все темы, они в Белой студии, всегда затрагиваются, несмотря на то, что мы никогда не говорим там вот об этих личных каких-то вещах. Спасибо, очень интересно. Дорогие друзья, может, у вас есть вопросы, давайте все-таки тоже задавать, подождите, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Даша, мне очень нравятся ваши передачи, я всегда с удовольствием их смотрю. Спасибо большое. И у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот среди ваших собеседников была ли встреча с таким человеком, который повлиял на вашу мировоззренную, на что-то изменение и кто это был? Спасибо большое, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за добрые слова. Я, ну, на самом деле, это правда так. Я, наверное, с трудом могу сейчас вспомнить разговор, в котором бы меня вообще не затронул мой собеседник. Правда. То есть каждый человек из тех, кто ко мне приходил, особенно, когда речь идет вот об этих людях, которые, знаете, есть такое слово моральные авторитеты, да, и сейчас нам не хватает этих моральных авторитетов. Но вот те люди, которых я уже называла, и к ним можно еще добавить, и Олега Валияновича, и Салашили, и многих из тех, кто был в белой студии, эти люди, они, безусловно, меня меня не меняли. Просто самим фактом. Знаете, вообще, в белой студии это такой обмен еще идет всегда. Такое впечатление, что я немножко становлюсь тем человеком, с которым я разговариваю. Я не знаю, как это объяснить. Это такое сложное, я не знаю, психологическое ли это свойство. Ну, знаете, как вот артист, он становится персонажем своим, да, а я становлюсь тем человеком, с которым я разговариваю. Потому что для того, чтобы понимать, ты как бы должен стать тем человеком, с которым ты говоришь. И вот когда ты на протяжении вот этой беседы, да, там часа времени, да, или 40 минут, пока мы общаемся, ты становишься этим человеком, пропускаешь через тебя его мировоззрение, его взгляд, его жизнь, его радость, его боль. Это не может не изменить тебя, если это такие масштабные люди, понимаете, то есть вот те имена, которые мы называем, это действительно, ну, глыбы. И, конечно, есть еще вещи, что интересно. Иногда, пересматривая какие-то интервью, которые, допустим, ну, вот у меня был разговор, там, не знаю, 7 лет назад с кем-то. Я пересматриваю, я понимаю, что я уже думаю иначе. Что то, что вот мы тогда поговорили, да, запустило некий процесс размышления во мне, и это меня изменило. Ну, к примеру, здесь есть раздел «Провал», просто, чтобы дать хоть какие-то, да, конкретные моменты. Вот здесь есть раздел «Провал», и вот разговор с Камой Гимкасом, очень открытый, откровенный с его стороны, да, нашего замечательного режиссера, меня заставило чуть иначе смотреть вообще на не на провалы глобальные, да, потому что, знаете, чтобы глобальные были провалы, нужно тоже быть великим человеком. Но в жизни каждого из нас есть моменты, которые нужно назвать там мини-провал, мини-крах какой-то, да, и то, что на это можно совершенно иначе посмотреть, вот, почти все отрывки из раздоворов, которые присутствуют в этом районе, разделе, а почти все они, для меня это такой ключ к тому, как вот в этих ситуациях можно, и это только один аспект, понимаете, то же самое можно сказать о любви, и уж, конечно, вот эти моменты, которые описаны в финальной главе «Мгновение», где Олег Валерьянович вспоминает свою маму и бабушку, и вот Сергей Юч-Юрский говорил о том, что никто из нас недостаточно хороший, сын, всегда, когда родители уходят, испытывают чувство вины, конечно, это бесценно услышать, пока твои родители живы, услышать от человека, у которого родители уже ушли, и опять задуматься, наверное, об этом, пока ты еще можешь им сказать, то, что уже не может сказать Сергей Юрьевич, там, Олег Валерьянович, потому что их родители уже нет. Спасибо большое, пожалуйста. Добрый день. Я очень рада присутствовать на этом мероприятии, потому что вы для меня такой телевизионный образ, на который хочется ориентироваться. Спасибо большое. И мне кажется, что многие девчонки, ребята, которые сейчас учатся в телевизионных разных институтах, университетах, они вот хотели бы, и я в том числе, хочу задать такой вопрос, вот как сохранить вот эту человеческую естественность в капле? От чего стоит отказаться? И какие, скажем так, фишки нужно использовать, чтобы создать свой имидж, создать себя, и сохранить себя, чтобы создать свой продукт? Спасибо вам. А вы учитесь, да? Я закончила уже, закончила МИТРА, и у меня социологический факультет МГУ закончила, и сейчас вот хочется как-то совместить интеллект, скажем так, данные, и как-то вот понять, как двигаться в этом направлении. Ну, вы знаете, вы в своем вопросе, вы же уже хорошо все сформулировали, как стать собой, сохранить себя. Это самое главное на самом деле. То есть нужно понять, какая вы, и что для вас важно. Присмотреться и прислушаться к себе, в какие моменты вам по-настоящему нравится и интересно что-то делать, и что это. В какие моменты вы вызываете интерес окружающих. О чем вы в этот момент, например, вы говорите или рассуждаете? То есть, как бы, где лежит вот эта полянка, на которой вы лучше? У каждого человека есть эта полянка. Просто часто мы руководствуемся другими вещами совсем. Что там от нас ожидает общество, или что модно в настоящий момент и так далее, и так далее. Вот очень важно прислушаться к себе и делать то, что, ну, вот вам свойственно. И в чем вы это самое лучшее и уникальное. И дальше этого держаться. Наверное, это самый главный секрет, потому что все эти люди, которые на телевидении для меня являются, и ориентирами, и неинтересны, их ни с кем другим не спутаешь. И есть очень много людей, которые стараются быть на них похожими. К сожалению, это не работает. То есть это очень простая вещь, что не надо стараться подражать, а надо быть собой. И нет ничего сложнее, чем быть собой и найти себя. Ничего сложнее. Но вот надо пытаться это делать. Пытаться через вот эти, знаете, как раз звоночки. В какой момент я почувствовала, что у меня получается что-то. Вот я, допустим, говорю в компании друзей о, не знаю, театре, или о еде, или там еще о чем-то. И вдруг все замолчали и меня слушают. Вот значит, наверное, это то, в чем вы хорошо понимаете, что вы чувствуете. Вот эти вещи надо просто улавливать. Надо к себе приглядываться. Можно даже иногда спросить знакомых, друзей, кому вы доверяете. Как вот тебе кажется, я какая? Я про что? Подруг своих, родителей, не знаю. Тех, кто вас знает, прошу. Спасибо большое. Спасибо огромное. Сейчас сделаю. Пожалуйста. Добрый день, Даша. Очень возвращаемся к вам. Ой, я не могу встать. Спасибо, нечего сидеть спокойно. Да, скажите мне, пожалуйста, как вы приглашаете своих гостей лично, или это делает кто-то другой? Были ли у вас какие-то отказы? Вы приглашаете тех людей, которые в Москве? Или, вот мне, например, было бы интересно, если бы вы сделали когда-то интервью с Карлом, Лагерфель, да, или еще с кем-то, на выездах у вас. Вы знаете, что он умер, да, Карл Лагерфель? Да, 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 конечно. Я в связи с этим и сожалею, что я не успела с ним поговорить, потому что... Очень грустно, что мы улыбаемся при этом. Но мы говорим еще немножко другую. Я очень переживала, как раз, когда он ушел. Какой-то действительно, вы знаете, бывают люди, которые, казалось бы, ну что нам Карл Лагерфель, да? Ну, Дейер там жил, делал одежду Шанель. Но почему-то... Вот это дом Шанель. Да, но почему-то, вы знаете, человек, который все-таки 60 лет, он является такой вот глыбой тоже в своем роде, почему-то всем даже, кто абсолютно далеко от моды, вот есть такое ощущение, что ушел... Эпоха, вот, да, кто-то сказал, что ушло что-то вот такое большое, глобальное, какая-то несущая конструкция нашего вот такого мировой культуры, что ли. Хотя, казалось бы, это мода, да, легкая история. Ну, простите, вы не закончили задавать вопрос. Ну, скажи, например, есть ли у вас какие-то планы делать это выездные, какие-то, скажем, собеседования со своими... Вы знаете, белой студии нет, потому что белая студия, она подразумевает, да, мы сидим вот именно вот в этом белом пространстве, и это важно, потому что это часть, как бы, этой программы, как сказал Сергей Маковецкий, что вот не за что скрыться, когда он сел на этот стульчик. И вот есть такой... Он по-артистически сразу почувствовал площадку, он понял, что здесь вот как-то... А как? За что взяться? Ну, опасный собеседник рядом. Вот именно, понимаете? Еще и опасный собеседник рядом, все. Вот, поэтому... Белая студия не может быть выездной, но у нас были замечательные зарубежные гости, когда кто-то приезжает в Россию, мы обязательно стараемся их приглашать. Одно из моих любимых интервью, вот Екатерина, спасибо вам большое, вспомнила о нем, это Райф Файнс, я считаю, что это трясающий, интеллектуальный, умница, артист. Сейчас вот он снял фильм о Нурееве, мы его ждем, и я надеюсь, он приедет в Россию, и я очень надеюсь, что он придет снова в Белую студию. Один из самых интересных был собеседников. Пьер Ришар был великолепный. Питер Штайн. Питер Штайн, замечательный режиссер. Антонио Бандерас, это, может быть, очень своеобразное мышление, кстати. Он, может быть, не такой интеллектуал, как Райф Файнс, он больше инстинктивно ощущает мир. Но вот тоже к вашему вопросу, вот, в том, что он мне рассказал, было много вещей, которые меня заставили чуть иначе посмотреть на что-то. Вы их лично приглашаете? Нет, у нас есть команды людей, которые связываются с гостями. Другое дело, что я многих людей знаю лично, и поэтому иногда бывает мне проще кого-то пригласить. Люди, ну, уже все-таки программа существует 7 лет, и многие ее видят, знают, да, и те, кому это нравится, они с удовольствием соглашаются именно в силу того, что их зовут в эту программу, особенно если я лично приглашу. К вопросу об отказах, отказов как таковых не было, потому что человек сказал, нет, я не пойду. Но пару раз были моменты, когда люди, с которыми, кстати, я хорошо знакома и у меня дружеские отношения, и говорят, я боюсь идти. Там все такие умные, а я вот не соответствую. Я не боялась. Вот, а я всегда отвечаю на это, что это не так, что как бы каждый человек, который приходит, ему сначала кажется, что он должен чему-то соответствовать. Но «Белая студия», она не про то, чтобы соответствовать чему-то отвлеченному. Она каждый раз такая, какой гость пришел, она вся закручивается вокруг гостя. И поэтому часто бывает, кто-то мне сказал, я сейчас вот не помню кто, он сказал, я так хочу быть вот таким, каким я выглядела в белой студии. Так хочу этому. Ну, то есть уже человек хочет сам себе соответствовать таким, какой он там. Потому что каждый человек, если это большой художник, большой режиссер, актер, писатель, то даже если он сам не кажется себе интеллектуалом, и даже если он не привык к тому, чтобы формулировать свои мысли, но если ты с ним разговариваешь на его языке, то все равно вот то интересное, что сделал его большим автором, большим художником, оно обязательно в то или ином виде проявится. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Давайте с одним, чтобы успели все задать еще. Пожалуйста, первый. Ну, первый продолжит вашу музыку. А вы прям так сразу. Два в одном. Ну, я их представила потом изнутри. Да, кратко. Первый в том заключается, вы идете от человека, соответственно, вам важно раскрыть героя или использовать его как проводник чего-то большего через его взгляды. А второй вопрос. Чувствуете ли вы и берете ли вы на себя ответственность за откровенность своих героев? И делите ли вы ее между героем и вами? Очень хороший вопрос. Второй. Потому что у меня иногда бывали такие моменты, когда мне было немножко неловко за то, что человек говорил, вот я прямо чувствую, что человек говорит что-то очень для него сокровенное, да, и что-то, что, может быть, он совершенно не готов был рассказывать, но именно в силу того, что я никогда не спрашиваю вот эти вещи, которые от них всегда ждут, да, а вроде мы как бы говорим про книгу, про какую-нибудь или про фильм, а у человека в его оценке фильма или книги вдруг настолько проявляется его собственное, да, там, мировоззрение или какие-то обстоятельства жизни, что иногда бывает такое ощущение, что на неловкости за то, что человек, как бы ты его вроде как вот действительно опасный собеседник, понимаете? Но с другой стороны, это настолько вот, если можно сказать, чем я себя успокаиваю, да, что вообще-то творчество человека, оно всегда очень исповедально. Если человек пытается что-то делать, ну, для того, чтобы просто, ну, там, вот модно на эту тему снимать фильм, ну, и мы снимем, это иногда может даже кого-то обмануть, но это никогда не становится явлением и событием. Все те люди, которые приходят в Белую студию, они все-таки своими произведениями себя раскрывают. Стоит приглядеться только, да, то есть вот я даже готовя в Белой студии, я прекрасно понимаю, что вот я смотрю, например, фильм, там, как кого-то, и я через этот фильм про человека понимаю гораздо больше, чем если бы он, там, давал интервью у какого-нибудь журнала про личную жизнь. Ну, правда. Там все видно, изменяет человек. О чем, была ли у него несчастная любовь, все еще сейчас ли у него несчастная любовь, переживает ли он провал, считает ли он себя неудачником. Все это там есть. Поэтому, возвращаясь, в Белой студии люди проявляются так же, как они проявляются в своем творчестве. То есть это бывает очень откровенно, но художник, в принципе, он откровенен, он с миром, иначе он не может быть большим художником. Спасибо. 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 А, пожалуйста, вопрос. Первая часть у вас была? Вы человека раскрываете или что-то большее? Или что-то через него, да. Но это тоже взаимосвязанные вещи, понимаете? То есть в зависимости от момента жизни, да, у меня тоже бывают, когда я начитала Белую студию, у меня было больше так моих взглядов, которые мне казалось, надо как бы нести тоже. Допустим, вот я очень защищала любовь. Все, кто ко мне приходил и говорил, любви не существует, я, значит, нет, она существует, нет, вы еще ничего не понимаете. Вот это был такой вот у меня максимализм. Сейчас в большей степени я готова, ну, как бы, хорошо, окей, вы не нашли, для вас не существует, наверное, может быть, когда-нибудь и у вас что-то изменится. В общем, могут быть разные взгляды. Поэтому, знаете, есть такой анекдот на эту тему. Не знаю, уместно ли рассказать анекдоты. Но встречаются два друга, и один другому говорит, слышишь, так отлично выглядишь, в чем секрет? Он говорит, ну, я просто ни с кем не спорю. Мне же сказали, что есть такой секрет, ни с кем не надо спорить. Говорит, ну, какая-то ерунда, не может быть, что потому что ты ни с кем не споришь, так здорово выглядишь. Значит, какая-то другая причина. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, Дашенька, очень люблю вашу передачу. Добрый вечер, спасибо. У меня, на самом деле, нет телевизора, но я всегда смотрю у вас с большим удовольствием. И у меня вопрос, вот, как у художника. Вот, кому принадлежит вот эта идея контраста белого и чёрного, вот это пространство, это очень мощное решение визуально. И, если можно, пару слов о ваших хобби. Спасибо. Идея принадлежит Сергею Леонидовичу Шумакову, главному редактору канала «Культура». И вообще, совершенно замечательному, потрясающему человеку. Он очень известный телевизионный продюсер, он делал много программ разных. И киновед ещё по первой профессии. Вот, как раз, да. Вы меня прям потрясаете. Ну, я с ним в классной профессии работала. Дело в том, что действительно Сергей Леонидович, он ещё замечательный киновед из потрясающей совершенно семьи, очень интеллигентные, интеллектуальные, потрясающие родители. И человек, который глубоко-глубоко любит, понимает культуру, знает многое. И вот, когда возникла идея программы, именно которая была бы закручена вокруг фильмов и книг, вот ему пришла такая идея, что это должен быть такая белая студия, в которой ничего, просто герой. И, а потом ещё получилось, что как-то вот я пару раз стала надевать тёмные вещи, и получилось, что картинка почти чёрно-белая. Вот, ну, как бы на цветном экране чёрно-белая картинка. И это тоже очень интересно, потому что, ну, как бы там многое, особенно учитывая, что сначала герои все были старшего поколения, и всё, о чём они говорили, в основном были чёрно-белые фильмы, то вот эта вот как бы ещё и чёрно-белость этой картинки, она очень здорово с этим со всём... То есть всё вот так вот одно за другое зацепилось. Ну, я вот очень благодарна Сергею Леонидовичу. Что касается моих хобби, как таковых у меня хобби нет, потому что, знаете, есть такое выражение, что если у вас есть хобби, нужно сделать его своей работой, и тогда вы будете счастливы. То есть вот, ну, действительно, то, чем тебе нравится заниматься в свободное время, вот этим и надо заниматься в жизни, если есть такая возможность, ну, как бы, по крайней мере, стараться идти в этом направлении. Поэтому, собственно, моё хобби, оно читать книжки, смотреть фильмы, то есть вот всё то, что я делаю для белой студии. Ну, какие-то спортивные вещи там мне тоже нравятся, на велосипеде кататься. Вот с сыном мы играем в разные игры, там, зайчика, например. Вот, да? По-другому это называется. Как называется? Как называется игра, в которой с мамой играешь? Я тоже с тобой. Тоже с тобой? Ну, в общем, с мамой-то сыграет с ребенком. Понятно. Это французская домино. Дорогие друзья, поскольку у нас ещё огромная автограф-сессия, я всё-таки позволю последний вопрос задать, прежде чем мы к ней перейдём. Ну, поскольку, Дарья говорила, погода вроде не очень весенняя, но чтобы на какой-то такой более весёлой, хорошей ноте переходить к нашей автограф-сессии, я задам такой вопрос. Вот среди очень важных вещей, которые вы перечисляете здесь в этой книге, это и любовь, это и вера, это и успех, неуспех и так далее, есть ещё смех. Вот скажите, пожалуйста, на ваших встречах в «Белой студии» было что-то ещё и смешное или какое-то ваше профессиональное, что запомнилось вот так вот и нам бы рассказать этот случай. Ну, во-первых, почему смех? Там даже я пишу, что многие из моего окружения, ну, не многие, а узкий круг, с которым мы обсуждали идею книги, когда зашла речь о том, что будет глава «Смех», то есть почему смех, то есть вот почему совесть, провал и прочие вещи, ни у кого не возникает вопрос, а смех почему-то что-то не такое серьёзное и не такая важная вещь. Я считаю, что это невероятно важно, что смех так же, как способность сострадать, нам дан единственным во Вселенной, и это такое наше человеческое, через что мы себя тоже ощущаем людьми, так же, как через способность плакать или страдать. Поэтому это очень важно, и важная тема. А вообще смешное возникает в «Белой студии» очень часто. Возникают, ну, такие типично телевизионные вещи, как там камеры упавшие, какие-то предметы и так далее. Это всё всегда иногда смешные комментарии наших гостей в связи с этим. Был момент, когда там Денис Мацуев начал рассказывать смешные анекдоты про альтистов, и я сказала, что ничего, они близкие. Дело в том, что альтист для музыкантов, если, я не знаю, не все музыканты, наверное, это как чукча для нас. То есть это такой вот все анекдоты про то, что альтист — это что-то такое совершенно. Он и глупый, и нелепый, постоянно попадает в глупое положение. Вот, и я Денису говорю, что, типа, ничего, что как бы мы в этой передаче её смотрят, там, Юрий Абрамович, вот, ну, башмет, в смысле, да, знаменитый наш альтист. Он такой, Юрий Абрамович, это не про вас. То есть вот такие моменты, они случаются периодически. Была невероятно смешная ещё ситуация, когда Женя Миронов был, и он, я уже сейчас не помню, что это было, какая-то мысль. И он после закончился разговор, и он вот эту мысль высказал. Я говорю, слушай, так здорово, и вот как-то жалко, что это прозвучало в программе. Давай сейчас вот то же самое сделаем. Ну, значит, включаем снова, чтобы это снять и потом вставить внутрь разговора. И он, значит, я не знаю, не осталось, наверное, этой съёмки, но вот раз в шесть он пытался начать говорить. Я говорю, Женя, ну кто артист-то, знаете? Почему нельзя второй раз то же самое сказать? Ну, как роль? Он умирал от хохота. В конце концов, я говорю, давай я, хорошо, давай я скажу как-то начало мысли, а ты как бы её продолжишь, что типа вот я тебе дам эту подачу. Ну, естественно, я тоже, я начала её, и мы оба умерли от смеха. И, ну да, в результате удалось как-то это, по-моему, записать. Вот этот вот сам момент, особенно учитывая, что это один из лучших наших актёров, и он совершенно был не в состоянии просто совладать с собой. И ещё раз повторить то, что я сейчас говорила. Дорогие друзья, вот представляете, Юрий Башмет, Михаил Ефремов, Рэйф Файнс, Пётр Мамонов, Петер Штайн, Фёдор Бондарчук, Олег Басилашвили, Антонио Бандерас, Станислав Говорухин, Андрей Кончаловский, ну и так далее. Все эти люди говорили с Дарьей в её передаче. А сегодня такая возможность была у нас с вами. Мы как бы приобщились к этому списку тоже. Давайте поблагодарим, что вы плакали сегодня. Спасибо, Дарья, и стали с вами. Спасибо, Дарья, за удивительно умные, интеллигентные, потрясающе такой, редкий сегодня на нашем телевидении и по интонации, и по глубине разговор. Спасибо вам большое. Огромное спасибо вам, Екатерина. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Как не перед вниманием. Значит, поскольку нас много, чтобы мы также в таком же интеллигентном духе продолжили нашу... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»